Здравствуйте, меня зовут Бойцова Елена Сергеевна, и сегодня я приглашаю вас на урок русского языка, где мы поговорим об очень интересном, очень выразительном, энергичном знаке припинания. В русской грамматике 1797 года он назван молчанкой, а знаменитый лингвист Пешковский называл его знаком отчаяния. Как вы думаете, о каком знаке припинания мы сегодня поговорим? Многие, ну я думаю, все уже догадались, что мы говорим с вами о тире, знаке очень выразительном и любимом многим. Почему молчанка? Потому что на месте этого знака нужно немножко свою речь остановить. А знак отчаяния, как считал Александр Матвеевич Пешковский, именно потому что если пишущий не знает, какой знак поставить, то он непременно ставит тире. Этот знак очень любят все, и больше всего писатели. Писатели и поэты часто его употребляют в обход правилам русского синтаксиса, как бы подчеркивая и выделяя какую-то мысль. И тогда этот знак приобретает статус авторского знака. Но все же, кроме выражения экспрессии, какой-то особой эмоции, логического ударения, этот знак помогает оформить некоторые виды предложений. И сегодня мы говорим о постановке тире между подлежащим и сказуемым. Мы вспомним на сегодняшнем уроке все, что мы знаем уже, расширим свои знания, конечно, попрактикуемся в постановке этого знака припинания, а еще мы поговорим об уникальности, об уникальном облике нашего Ставропольского края. Итак, когда же мы ставим тире между подлежащим и сказуемым? Ну, в первую очередь всем известна вот такая формула, когда у нас и подлежащее, и сказуемое оба выражены в существительном начальной форме, то есть в существительном выменительном падеже. Разберем эту формулу на следующем предложении. Кисловодск – курортная сказка у подножья Кавказских гор. О чем идет речь? О городе Кисловодск. Это подлежащее выражено существительным. Что известно о нем? Что это сказка. Сказуемое у нас также выражается существительным. Значит, нам нужно ставить в этом предложении тире между подлежащим и сказуемым. О следующем предложении попробуйте сами поставить знак припинания. Это очень легко, вы прекрасно знаете структуру этих предложений. Гора Кольцо – уникальный памятник природы. Посмотрите, наша речь уже так устроена, что мы хотим поставить интернационную паузу в том месте, где должно быть тире. Но тем не менее, разберем Гора Кольцо – подлежащее неделимое сочетание. Это памятник природы. Кстати, обращаю ваше внимание на вот такие вот волшебные слова-подсказки. Они часто присутствуют в предложении «это вот» или «значит», и мы знаем, что перед ними обязательно ставится тире. Но они могут и не присутствовать. И в том месте, если мы сомневаемся, где ставить тире, мы должны мысленно подставить любое из этих слов, и вот там, где оно стоит, мы и будем ставить тире. Следующая формула, которую мы разберем, это когда подлежащее и сказуемое у нас выражены инфинитивом, глаголом в начальной форме. Разберем на следующем предложении. «Посетить Ставрополье, окунуться в мир удивительных достопримечательностей». Подлежащее «посетить» выражено инфинитивом. Что известно у нас, у подлежащих, что это «окунуться», также у нас сказуемое выражено инфинитивом. И мысленно, где мы хотим поставить «это» или «значит», посетить Ставрополье, значит, окунуться в мир удивительных достопримечательностей. На этом месте мы и ставим тире. В следующем предложении сами поставьте знак препинания. Конечно, это очень легко, я думаю, что все быстро справились с этим заданием, потому что и подлежащее, и сказуемое у нас мало того, что выражены глаголом в начальной форме, они еще и являются повторяющимся союзом. Не забываем про волшебные слова-подсказки. И это «вот» или «значит», которое мы можем поставить на месте тире. А «любить родной край» значит любить свою семью. Следующая формула, которая требует постановки тире между подлежащим и сказуемым, когда у нас подлежащее является существительным, а инфинитив является сказуемым. Смотрим на примере. Главная задача Александровского заказника – сохранить фауну местности. Итак, речь идет о чем? О задаче. Задача – это подлежащее. Что нам известно о задаче? Что важно – сохранить. Сохранить является у нас сказуемым, выраженным глаголом в начальной форме. Где мы можем подставить наши волшебные слова-подсказки? Главная задача Александровского заказника – это сохранить фауну местности. Рассмотрим еще на одном примере. Попробуйте самостоятельно поставить знак пропинания. Думаю, вы быстро справились с этим заданием. Наш долг – беречь родную землю. Наш долг – это беречь родную землю. Находим без труда подлежащее, выраженное существителем, и сказуемое, выраженное инфинитивом. Следующая формула – это когда у нас и подлежащее, и сказуемое являются числительными. Всем известно, что дважды два – четыре. И в таких предложениях у нас обязательно будет стоять тире. Посмотрите, подлежащее дважды два, сказуемое – четыре. Оба они являются числительными. Можем подставить наши слова. Дважды два – это четыре. Но если у нас добавится существительное в качестве любого из главных членов, у нас также будет ставиться тире. Посмотрите, следующая формула, когда у нас подлежащее является числительным, а сказуемое – существительным. Четыре – подлежащее числительное. Это четное число, мы можем сказать. А у нас сказуемое выражено существительным. Обязательно на месте «это», даже там, где его нет, но мы мысленно его проговариваем, ставим тире. Более того, если они поменяются местами, и подлежащее будет выражено существительным, а сказуемое числительным, мы также ставим тире. Высота горы Машук – 993 метра. Разберем с вами это предложение. Подлежащее, о чем идет речь? О высоте. Что известно о высоте? 993 метра. Смотрите, здесь неделимое сочетание, которое включает в себя числительное. В таком случае мы тоже ставим тире. Очень важно, мы хорошо знаем, где нам нужно поставить тире. В принципе, все вот эти предыдущие правила вам хорошо известны. Но сегодня я хочу обратить ваше особенное внимание, когда при всех этих формулах у нас не будет стоять тире между подлежащим и сказуемым. Это если один из главных членов выражен личным местоимением. Вспоминаем, какие местоимения мы называем личными. Я, ты, он, она, мы, вы, они. Конечно, мы все их прекрасно помним. Итак, разберем предложение. Мы ставропольцы. Где подлежащее? Мы, сказуемое ставропольцы. Подлежащее выражено личным местоимением. И по правилам русского синтаксиса здесь не должно стоять тире. Но, тем не менее, очень часто его ставят. Например, я хочу привести вам в пример прекрасную городскую организацию, которая существует уже очень много лет в городе Ставрополь. Я ставрополец. В ее названии есть тире, и это не является ошибкой. Так, авторы названия логически выделили важность каждого слова в этом лозунге. Еще хочу обратить внимание, что если есть наши волшебные слова, это мы или значит, то неважно уже тогда, чем выражен главный член, они все равно, перед этими словами мы все равно будем ставить тире. Следующий пример, когда мы не поставим тире, если между подлежащим и сказуемым у нас стоит частица «не». Памятник Лермонтову не единственная рукотворная достопримечательность горы Машук. Подлежащее легко выделяем памятник, существительным выражено, что известно о нем, что это достопримечательность. Также у нас сказуемое выражено существительным. Но тире мы не ставим именно по той причине, что между ними стоит отрицательная частица «не». Не только отрицательная, это могут быть другие частицы. Например, сравнительная частица «как», «словно» или «будто». Смотрите, поля Ставрополя словно «золотой океан». Также у нас и подлежащие, и сказуемые выражены существительными. Поля – это океан. Но у нас нет слова «это», а есть между ними частица «словно». Также мы можем их заменить, они взаимозаменяемы, поля Ставрополя, как «золотой океан». Можем сказать мы точно «золотой океан», будто «золотой океан». В любых этих вариантах у нас не будет стоять тире. Следующее, что может помешать постановке знака «тире», это любая вводная конструкция. Например, вводное слово или вводное предложение между подлежащим и сказуемым. Очень часто они встречаются, такие конструкции, будьте к ним очень внимательны. Например, величественные горы и чистейший горный воздух – бесспорно бесценные богатства Ставропольского края. Подлежащие горы и воздух, однородные подлежащие, выражены в существительной начальной форме. Так же, как и сказуемое – богатство. И хочется сказать, горы и воздух – это богатство. Но посмотрите, у нас есть вводное слово, которое отменяет в данном случае постановку тире между подлежащим и сказуемым. Я хочу обратить ваше внимание, что тире у нас это как бы заменяет в таких предложениях слово «есть». Оно не используется в современном русском языке, используется крайне редко. Например, вспомним, как начинается Конституция Российской Федерации. Россия есть демократическое, федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Вот здесь употреблен глагол «есть», то есть это глагол «быть» в настоящей форме, который употребляется крайне редко. И несмотря на то, что подлежащее России и сказуемое государство у нас здесь выражены существительным, глагол «есть» стоит на своем месте, значит, тире уже выполнило свою работу, и здесь его не нужно. Еще хочу обратить внимание на такое предложение. Чудесное место – это долина Рос. Долина Рос – подлежащее, выражено существительным. Что известно о долине? Что это место также выражено существительным. Но посмотрите, здесь присутствует непрямой порядок слов, так называемый обратный порядок слов или инверсия. В таком случае мы также не будем ставить тире, потому что при таком порядке слов тире также у нас отменяется. Следующий момент. Просто напоминаю, что прилагательное у нас не участвует в этих формулах, когда у нас ставится тире между подлежащим и сказуемым. Природа Ставропольского края крайне удивительная, сказуемая выражена прилагателем, а значит, мы даже не рассматриваем вариант постановки тире. Я предлагаю вам отработать то, что мы вспомнили или узнали, может быть, что-то новое, на следующих предложениях. Одна из достопримечательностей Гары Машук – это наскальный портрет Ленина 1925 года. Речь идет о достопримечательности, здесь подлежащее также у нас неделимое сочетание, которое состоит из числительного и существительного. Что известно об этой достопримечательности? Что это портрет, сказуемое выражено существительным. Кроме того, обратите внимание, у нас есть волшебное слово «подсказка», которое говорит, что в этом предложении постановка тире обязательно. Итак, одна из достопримечательностей Гары Машук – тире – это наскальный портрет Ленина 1925 года. Следующее предложение. Задача каждого – сохранить уникальную самобытность Тавропольского края. О чем мы говорим? О задаче, подлежащей выраженной существительным. В чем задача заключается? Сохранить. Сказуемое у нас выражено глаголом в начальной форме. Как вы думаете, где здесь можно поставить тире? Думаю, без труда вы догадались, где можно поставить мысленно слово «это». Задача каждого – это сохранить уникальную самобытность Тавропольского края. Следующее предложение. Провал, безусловно, самое любимое место всех туристов. Я надеюсь, все вы были на озере Провал, знаменитом озере. Итак, подлежащее – провал, что известно о подлежащем, что это – место. Исказуемое и подлежащее у нас выражены существительным в именительном падеже. Будем ли мы ставить здесь между ними знак припинания – тире? Нет. Все правы, кто увидел у нас слово «безусловно», которое является водным словом, и отменяет постановку тире в подобных предложениях. Еще одно предложение прочитаем. Попробуем самостоятельно определить. Гулять по Кисловодскому парку – огромное удовольствие. Где подлежащее? Подлежащее – гулять, выраженное инфинитивом. Что известно о гулять? Что это – удовольствие. Смотрите, язык сам хочет сказать «гулять» – это удовольствие. Подлежащее, выраженное инфинитивом, а сказуемое существительным. На месте, где хочется сказать «это», мы поставим тире. Гулять по Кисловодскому парку – это огромное удовольствие. Ну и еще одно предложение. Дружба и согласие – главные качества всех жителей Ставропольского края. Подлежащее – однородные. Подлежащее выражено у нас существительным. Мы легко их находим. Что известно о дружбе и согласии? Что это – качество. И на месте, где мы можем сказать наше волшебное слово-подсказку «это», мы, конечно же, поставим тире. Итак, давайте подведем итоги. Тире между подлежащим и сказуемым мы ставим при всех возможных комбинациях, когда эти главные члены у нас выражены существительным в начальной форме, глаголом в форме инфинитива или числительным. Обращаем внимание на такие слова, как «вот», «это» или «значит». И, конечно же, смотрим, что ли не мешает нам. Может быть, между подлежащим и сказуемым стоят частицы или вводные конструкции. А может быть, один из главных членов выражен личным местоимением. А на этом наш урок подходит к концу. И я призываю вас беречь и ценить ваш язык и вашу землю, так любовно сохраненную и переданную вашими предками.